Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Извините, но я не могу на это смотреть Расслаблятимут Это лучше, чем секс Провокуватимут Попу, как надо Попу Балуватимут Девушки отдыхают Девушки отдыхают Моря и незабутных знакомств Это Ваблива Одесса И именно тут живет Витончена панянка Яка знает про свое место Усе Меня зовут Валерия Лопатюк Мне 21 год Я коренная одесситка Я учусь на заочном В Харьковской фармакадемии Я будущий провизор Ну, пока я учусь Я не работаю Студентку забезпечуют Батьки-бизнесмени Яки нарази живут в Испании А також Еї коханий У меня есть молодой человек Мой любимый мужчина Он меня балует Ничего мне не отказывает Брати участь у эксперименте Хлопец Вероники не будет Саме зараз Вин за кордоном У Витрячин Живу я в Аркадии Это пляжный район Живу в квартире Мне подарили ее родители Ну, не так давно Только закончила делать ремонт Я хотела максимально приблизиться к природе Чтобы все было из натуральных материалов Поэтому натуральная кожа Что кровать, что диван Стол – это гордость моей кухни Столешница сделана из натурального камня А внизу он обтянут настоящей кожей рептилии Это кожа крокодила По дому я сама, в принципе, ничего не делаю Я не готовлю себя, не убираю Ко мне приходит один-два раза в неделю гувернантка В месяц я трачу, ну, тысячи четыре долларов Сама точно Ну, а подарки я никогда не считала Я не знаю, не могу сказать суммы Мой любимый бренд Шанель Очень люблю Самая дорогая вещь в моем гардеробе Если не считать меха Это, наверное, костюм от Шанель Есть у меня жемчужина моего гардероба Это винтажное платье от Шанель Очень модный пижамный стиль Меня приобрел этот костюмчик Молодой человек, потому что я его очень захотела Так как я живу недалеко у моря Я стараюсь каждый день ходить на пляж За нас красиво, за любовь То есть оно просто роскошное В этой передаче я решила принимать участие Потому что мне бы хотелось попробовать какую-то другую жизнь Показать своим окружающим, родителям, друзьям В первую очередь, наверное, себе Что я не просто внешняя кукла пустышка Что я могу что-то сделать Лера очень неженка Она очень разбалована Я не представляю ее в селе Россия, Воронежская область Бутурлиневский район Тут, в селе Дмитриевка, проживает управная и очень освященная селянка Меня зовут Кретина Елена Я живу с мамой Живу со своей младшей сестрой С бабушкой и с отчимом У меня очень религиозная семья Все очень верят в Бога Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Благослови В доме делался ремонт лет 10, наверное, 15 лет назад Обои отваливаются, стены рушатся Основной доход лично у моей мамы – это огород Она продает свои огурцы и помидоры на рынке Я маме помогаю с огородом Может, ты сдашь билет? Нет, она будет помогать Ты что, мам? Я думала об этом полгода Я очень люблю читать книги Я считаю, что для девушки важнее ум, а не красота У меня есть молодой человек Его зовут Серёжа Мой молодой человек приезжает сюда часто И он очень сильно помогает Хватит? Ещё немного Я её очень сильно люблю Я невозможный Вообще, у меня в месяц есть где-то 8 тысяч рублей Но половину из этого я откладываю Я откладываю деньги на путешествия Лучше, по-моему, жить с впечатлениями, чем с тряпками Моя цель участия в этом проекте Это, конечно же, посетить новый город Узнать, каково это быть богатым И ни в чём себе не отказывать Безусловно, буду переживать Буду волноваться Но так как она хочет что-то новенькое увидеть Я не могу ей ничего сказать Перегони за новыми вражениями у чужих життях Розпочато И первую до своего пункта призначения Дисстаётся селянка Олена Вона уже на Одеському вокзалі Где её зустричает хрещена панянка Здравствуйте Здравствуйте Это вам Спасибо Я очень рада приветствовать вас в Украине Как вас зовут? Меня Лена зовут Леночка, меня Людмила зовут Очень приятно Идёмте в машину Я отвезу вас в ваш новый дом Спасибо Леночка, расскажите, откуда вы приехали? Я приехала из Воронежской области Села Дмитровка Далековато, да? Да, далековато А сколько лет ваши? Это же ваша дочка, да? Это моя крестница А, крестница Да, да 21 А она учится где? Она у нас фармацент Она учится в медицинском институте Я живу в Будурлиновском районе В селе Дмитриевка Чит уже Интересно Доехать туда ты сможешь на автобусе с автовокзала Там ты найдёшь свой новый дом по адресу Улица Пролетарская, 2 Он находится на окраине села После знакомства с домом Ты познакомишься с моей семьей Поможешь приготовить ужин Бюджет на сегодня 300 рублей Хорошего дня, Елена 300 рублей, это же на чём мне придётся ехать за 300 рублей? А треба бути уважнейшою красуне У завданнях сказано, що дістатися до села ти зможеш автобусом Тож гайда за квитком на нього Здравствуйте, скажите, пожалуйста А Дмитриевка билеты есть? До Букурлиновки А там уже до Дмитриевки А сколько стоит билет? 340 А за 300 рублей? Мне оставили 300 рублей Чем могу добраться? Больше нет денег До Козловки тогда может быть 286 А там что дальше? Я не знаю, там будете добираться Я не знаю, что делать Потому что, может, у кого-то 40 рублей попросить Кто-то не откажет, может, у нас не такие большие деньги В своей жизни я никогда не просила денег Скажите, пожалуйста, вы мне не одолжите 40 рублей? 40 рублей не одолжите мне? Нет, я не одолжила вам одолжить, чтобы мне так не стремлют Я поняла, спасибо Смотрели на меня, как на нищенку, которая ходит, просит деньги А вы мне не одолжите 40 рублей? Не хватает на билет 40 рублей Спасибо, есть в России добрые люди Отже, 40 рублей наколядувала Швиденько квиток купила, у автобус села и зрозумела Когда я купила билет на автобус, я не думала, что я покупаю билет в ад Вы мне подскажете, какой турнировки сколько? Сколько? Четыре часа Я просто, честно скажу, что накатил приступ паники Я играю на грани просто Здесь дышать просто нечего Не пожелаю врагу такого И на самом деле это очень ужасно Тож, пока панянка у неймоверной задуси достоится села Дмитриевка Селянку в абсолютном комфорте уже довозят под самый подъезд нового помешканья Також и без заданий на сегодня девчина не залишается Это задание от Леры Спасибо Всего доброго Отдыхай До свидания Привет, Леночка Твое приключение в славном городе Одесса начинается И все блага моей жизни в твоем распоряжении Круто Для начала самый роскошный ресторан в городе Куда ты отправишься с моей двоюродной сестрой Твой бюджет на сегодня 3000 гривен Ни в чем себе не отказывает Твоя Лера Около 9000 рублей Боже, это намного Это больше, чем у меня уходит в месяц Целая пачка Складай свою купу грошей И хочешь нового селя оглядать Не надумайте перемикатись Адже далее на интересное Вау Что вражает иметь девчат у новых селях? Вау, блин, как круто Я просто в шоке Это немного странно Вообще состояние моё, конечно, было легкого шока Яку смакоту куштуватиме селянка? Вкусно Я не могла столько денег потратить на еду Які традиції просто приголомшать панянку в новом доме? Это ужасно было Я просто не знала, как правильно повести себя в этой ситуации Та кто и навіщо завітав до селянки в ночи? Я была в шоке от того, что в квартире неожиданно появляется чужой человек Цікаво только на тем Держи крепче Ой, я не могу В Одессе дмитриевский ревизор продолжает огляд новой осели Блин, крутое люстра И обои Зеркало огромное, большое Шанель Охренеть Сразу было понятно, что гардероб как бы стильный И, конечно же, там вещи очень дорогие Не люблю стразы, вообще не люблю На платье ничего такое классное Стразы, мне кажется, это признак чего-то безвкусного и дешёвого, наоборот, а не дорогого Боже, какие у неё каблуки Фэнди Ну да, дорогие туфли Но я туфли вообще не ношу на каблуке О боже, я бы не смогла в таком ходить точно О боже Класс Круто Это Вау Это, походу, спальня и кухня В одном Я надеюсь, это не кожа какого-то животного Было бы очень его жалко Не хотелось бы узнать, что она такая животёрка Животные умерли для того, чтобы стать мебелью По-моему, это какое-то мещанство Вау, вот это ванная Блин, как круто И чёрная По-моему, я такой всегда мечтала Джакузи Я просто в шоке Девушка точно живёт очень богатая Потому что джакузи далеко не в каждой квартире У меня комнаты, по-моему, меньше Сколько у неё тут всего? Палентина Хорошо пахнет Надеюсь, она этого не увидит Я думаю, она приедет ко мне и будет просто в шоке А оце мы зараз и побачим Для початку Валерии потребно дістатись до новой хати Адже с автобусом вона вошла прямо на трасе А до села ещё идти километр точно Я отвернулась, я просто постаралась закрыть глаза Это всё не видеть Я такое, конечно, первый раз вижу Надеюсь, что последний Это простое життя краличко Тут никто ни про что не принимается А тем паче про природные вещи К такому виду я не привыкла Хоть бы даже подвез кто-то Никто не едет в эту сторону Я пошла, как говорится, куда глядели глаза Думаю, что дошла, слава богу, успешно Ничего, так уютненько Но он такой маленький А это... Ага, это как по старинке Рукомойник, ну кран, ничего себе Я не представляю, как люди умываются там зимой Что там, наверное, просто лёд О, сколько обуви Точно, что семья должна быть большая Дверь такая тонкая А как люди не боятся, что их ограбят Может быть, все в трещинах Как можно здесь жить Дом в ужасном состоянии Можно сказать, в какой-то степени Даже аварийном Я думаю, что ремонт здесь делается Последний раз лет так 30-40 назад В лучшем случае У меня было такое чувство Что если подует сильный ветер Этот дом вполне может рухнуть Ничего, с тебя столько икон Люди, наверное, очень верующие Ага, и здесь тоже иконы Это немного странно Такое большое количество икон я видела Наверное, только в церкви И то, наверное, даже там меньше Куда ни глянь, везде иконы Везде горячие лампады Но это как-то чувствует себя не комфортно Она там немножко не видела Какой-то фанатизм уже Побачене так вразило панянку Что та боялась доторкнутись до будь-чого И решила не продолжать огляд хати А дочекатись новой родины А в Одессе Олена уже освоилась И в прекрасном настроении Поспешает до ресторану на березе моря Самый тут на ней чекает двоюродная сестра панянки Привет, привет Меня зовут Лена Ольга Очень приятно Лена красивая, но не ухоженная Честно говоря, нормально вроде бы Но просто мне жалко ее волосы Часто ли Лера ходит по таким ресторанам? Завтракает, ужинает Каждый день А чем Лера увлекается? То есть у нее есть какие-то хобби? Да, есть Очень часто мы отдыхаем на море Ходим по бутикам Развлекаемся в ресторанах, в клубах Ну, вот это наше хобби такое Я каждый день хожу в магазин продуктовый Но я же не говорю, что это хобби Это не как девушка 21 века Она не личность То есть она просто красивая Хороший аксессуар Мне кажется, если Лена бы почувствовала эту роскошную жизнь Она бы так не говорила Откуда у нее деньги на то, чтобы ходить в ресторан Каждый день практически? В основном отец ее балует Ее очень любят Я позавидовала Лере То, что у нее очень любящий папа Мне бы тоже этого хотелось Но просто так получилось, что у меня все по-другому У меня нет отца, у меня только отец Но у нас с ним не такие близкие отношения, чтобы он меня баловал Мой папа, когда я была очень маленькая, он попал в аварию и умер Он шел пешком и его не заметили, сбили Олена уже доросла девушка Еду слишком много Это, видимо, самка Ну, вот просто икра здесь тоже Это, видимо, икра лоптера Я так думаю, это самка Это столбика Немного похоже на рака, но вкуснее намного И больше Мне больше всего нравится клешно Вкусно Я ушла со встречи сытая, в хорошем настроении Была просто счастлива Надо было знакомство Я тоже А у Дмитриевцы Валерия Тилькина знайомится с новой родиной Здравствуйте Здравствуйте Как вас много? Да Семья очень большая Я просто не понимала, как в таком маленьком доме, что, естественно, такое большое количество детей и вообще человек Меня зовут Валерия, я из Одессы к вам приехала Я мама Лены зовут Я ее сестренка Я бабушка Татьяна Очень приятно У меня, получается, Леночкина тетя Это мои дети А сколько вам лет? Мне 21 год Еще наехать? Конечно Лера показалась мне очень спокойной, доброй Лерочка, сейчас переодевайся и будем с тобой готовить кушать Ого-го-го Это то, что больше всего я боялась Когда я пришла и видела топор, эту курицу Мне просто хотелось сбежать, куда глаза глядят Можно они потом Что потопаешь, что и полопаешь Будешь держать, я буду рубить Нет, я боюсь очень сильно Я действительно Нет, иди ночью выпендриваться Приехала, значит, давай Иди сюда Иди, иди, иди Ой, она еще кричит Она сейчас замолчит Я сейчас верю вам, что она замолчит Давай, подходи, не бойся Ну, раз я уже приехала, мне нужно было это сделать Слава богу, мне не пришлось резать эту курицу Пришлось ее только держать Но от этого было не менее страшно Держи крепче Держи крепче Ой, я не могу Ужас какой Боже, бедная курица Извините, но я не могу на это смотреть просто Ужас Ну, конечно, можно сказать, что она белоручка Все как бы можно делать Любыми руками И беленькими, и всякими разными Теперь разворачивай курицу И будешь ее щипать Настолько сейчас ее жалко Вы даже представить не можете Ну, а ты вообще чем занимаешься? В принципе, особо я не работаю Нигде ничем не занимаюсь Я очень люблю ходить на массаж На какие-то процедуры Обертывания А ты чем обертываете-то? О, и шоколадом обертываюсь И водоросли Ну, водоросли именно тоже можно Загораем мы на огороде А маски делаем из огурцов Мне еще кажется, что главная задача девушки Быть красивой Алена у меня, например, считает Что девушка должна быть умной В 10 лет фараона прочитала Такая книга толстая Она в 10 лет там ее читает Может быть, в селе умы важнее Но в городе я считаю, что в принципе важна красота Оце так зиштовхнулись два святи Краси та розуму Але часу на деревене у селе немає Тож швидко обпатравши курку Будто приготувавши ее на вечерю Валерия та мама збирають родину за столом Валера, у нас обычай молиться перед едой Так что вставайте, будем молиться Молимся Меня это смутило Это ужасно было Я просто не знала, как правильно повести себя в этой ситуации Войметься Войметься Моя семья это все нормально, хорошо воспринимает Я является чужой человек Я просто гувернантка Гувернантка Я для вас, наверное, приготовлю ванну Хорошо Гувернантка Мне что, 10 лет? Ну, это просто такая глупость Я даже не думала, что такое бывает вообще в жизни И вы часто так делаете? По желанию хозяйки Видимо, очень сложно учиться на фармацевта Что ты можешь сама себе сделать ванну Вау Вода хорошая? Да, отлично Щепак Це ж улюблена молочна ванна Валерии З аромаоліями та апельсинами Тут столько молока в ванне Мне почему-то жалко не было Я не знаю Потому что, наверное, эффект от ванны был стоящий Моя кожа от этой ванны стала очень нежной Очень приятной Волосы стали намного мягче Ваша комната проветрена Готова для отдыха Спасибо Ось тепер и в Одессе Перший день завершено Росслаблена та відновлена Олена Спокойно засинає Другий день эксперименту починається Дуже рано у селі Дмитрівка І невиспана Валерія З неохотою знайомиться зі своїми новими завданнями Валерія, доброе утро Я понимаю, что ты не привыкла просыпаться так рано Но сьогодні у тебя много, очень много работы Отже, сьогодні панянка має реалізувати овочі на рынку А після допомогти маме у дуже деликатній справі Той бюджет на сьогодні – ноль рублі День від дня все веселі і веселі Давай скоріше збирайся на базар, красуне А то буде ще веселіше, якщо не заробиш грошей для родини Мама вже все підготувала Ну, ти понимаєш, це нас заробіток в деревні Ми цим живем Желательно, щоб все ти продала сьогодні Я в своїй жизни ніколи нічого не продавала І для мене це було щось нове, щось неизведанне Подходите, спрашивайте, огурчики, помидорчики Ціна, капуста, все свеже С самого втро собрали только Подходите, спрашивайте, помидорки Що ко мне люди не хотят подходить, не знаю, що з ними делать Дивіться далі Чи зможа панянка продати, бо дай щось з овочів? Я була в полной растерянністі, я не знала, що мне делать Громче, шумі, покарлася ти, брошечки Та то стоїть, як три дня не ела Чому дівчата на пляжі сварылась? Ну, як так вообще можна жить? Це ж никакого развития, нічого С її такими принципами Она і живет в селі, і до сих пор Находиться в такому окруженні, яком є Яке надважливе завдання чекає на панянку Попу, пока надо Попу Це допит, точно, я надеюсь, ніколи в жизни в него не пригодиться Та безупинні емоції Я була просто така вся на емоціях Це було круто Залишайтесь на ТЕД Тут гаряче А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Томчи, шуми, покорлась ты, прошечки. Кто-то стоит, как три дня не ела. Я барышня, а не торгашка, поэтому для меня это было тяжело сделать. Причила сделать акцию. Продам килограмм помидор, будет три огурца в подарок. Подключаем маркетинг. Подходите, выбирайте. Акция. Что у вас за акция? Акция «Покупайте килограмм помидорчиков, три огурчика в подарок», чтобы салат можно сразу было сделать. Акция заработала немного. Так, почин уже есть, можно сказать. Дела пошли хорошо. Я, как покупатель, никогда не ищу где подешевле. Мне, в принципе, цена особо не волнует. И поэтому мне было странно смотреть, как люди действительно кинулись на эту акцию. 760 рублей уже есть. Честно говоря, за такой проделанный труд это совсем ничего. Мне кажется, торговлей я бы никогда не занималась, это не мое. Так что, иначе, панянка распродала майже весь товар и с почуттям выполненного обязательства вертается домой. А в Одессе ранок другого дня только норозбурхал селянку Олен. Девчина хорошо выспалась и рада знакомиться с своим планом на день. Доброе утро, красотка. Сегодня ты поймешь, почему Одесса и жемчужина в море, так как моя подружка отведет тебя на пляж. А потом немножко экстрима. Надеюсь, ты умеешь плавать. Конечно. Твой бюджет 5 тысяч гривен. С любовью, Лера. Круто. Круто – это девиз нового життя. Тож селянка швидко собирается и поспешает на один из найдорожших пляжей Одессы насолодживаться с ним дос хочу. Тут на Лену уже ждет подруга панянки. Привет. Привет. Лена. Да, меня зовут Лена. Очень приятно. Галина. Галя мне внешне сразу понравилась. Она очень приятная. Как я поняла, Лера не работает. Обеспечивает ее в основном родителей и молодых человек. Ты считаешь, это плохо? Меня не будут никогда обеспечивать родителей. Я уже встретила молодого человека, которого люблю. И он меня не обеспечивает. И он младше меня, и вряд ли он будет. Я думаю, у нас будут равные отношения в этом смысле. Парень, который на два года младше, я считаю его просто ребенком. Он не имеет собственного достатка. Как он может содержать девушку и делать ее счастливой? Только платонической любовью вряд ли. А как, допустим, твой молодой человек проявляет в тебе какие-то знаки внимания? Молодой человек мне дарит сыпь, но он мне дарит шоколад. И если я захочу чего-то большего, тогда я буду зарабатывать, буду к этому стремиться. Гораздо приятнее получать эти подарки, получать это внимание от мужчины. Ну, как так вообще можно жить? Это же никакого развития, ничего. Ты стоишь на месте, и кто-то тебя кормит с ложечки. Мне кажется, что с ее вот такими принципами она и живет в селе, и до сих пор находится в таком окружении, как он есть. Вкусно? Очень вкусно. Мне очень нравится. Я рада, что тебе понравилось. После освежающего коктейля девчата решили освежить и свои тела в бассейне. Но и тут не все гаразд для селянки. Море, оно есть далеко не в каждом городе. И мне поразило то, что нам пришлось купаться именно в бассейне. Мне это расстроило. Мне бы хотелось, конечно же, в море почувствовать волны. Зиронько, будут тебе и море, и хвилі. Трешки зачекай, расслабься, пока в бассейне. А тем временем у села для панянки мама приготовила наступное завдание. И готова его озвучить. Валерочка, мы раз в три дня для профилактики козам делаем клизму. С ромашкой. Чтобы они давали больше молока и лучше, как они. Я сначала подумала, что это просто была шутка. И надеялась, что мне не придется это делать. Честно, я просто не представляю, как мне делать клизму. Поворачиваешь ее попой вот туда. Придерживаешь коленка и вперед. Мне искренне было жалко этих коз, которые попались мне под руку. Ужас. Попу только надо. Попу. Она не чувствует явно. Прости меня, коза. Все, наверное? Ну да. Можно сказать, что я это делала все с закрытыми глазами. Как бы такой вид не совсем приятный. Не хотелось это все видеть. Теперь вторую. Куда что ты от меня убегаешь, коза? Она чувствует какую-то опасность сзади. Дай мне свой хвостик, козочка. Елки-палки, что ж такое? Козы почувствовали во мне врага с клизмой. И поэтому поворачиваться попой ко мне они не хотели. Все? Делала? Да, может, да. Половина с нее хватит на этот раз. Этот опыт точно, я надеюсь, никогда в грязне мне в оси не пригодится. Я очень рада, что у вас нет коров. В Одессе завершаются все забаганки. Хотела селянка на море? Будь ласка. И есть возможность не просто понижиться в хвилях, а рассекать их водным мотоциклом. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Мы сегодня будем кататься на водном скутере. Классно. Я вас буду учить. Я каталась на обычном мопеде. Но чтобы на скутере, так еще и на водном такого не было. А теперь будет «Поехали». Я была просто такая вся на эмоциях. Я просто ехала, наслаждалась моментом. Это было круто. Симпатичный молодой человек. Он меня должен был научить кататься. Я не могу сказать, что мне понравилось больше. самой сидеть за рулем, как бы, скутера, или когда меня катают. Это два абсолютно разных ощущения, но они оба очень приятные. Круто! Я же не скажу, это лучше, чем секс. Потому что меня убьют. Мои родственники, которые очень верующие. Это все записывается? Нет. Как я могла. Надеюсь, что дальше у меня будет не только еще круче. Аааа! На такой экстремально позитивной ноте закончится второй день эксперимента. Для девушек он был эмоционально насеченный. Так что, немного утомлены, они засинают в своих лaphажах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не глузуй з простого життя, кралечко, а вирушай допомагати мамі у першому завданні. Галевичка, зараз нам треба буде одобріти цвіти. Дивіться далі. Чим і як буде підживлювати квіточки панянка? Ой, ужас. Запах такий у нього. Не знаю, який нормальний чек, може на це согласиться. Під час якої процедури Олена ледь не з'їла сама себе? Это потрясающе. Я ощущала себе очень вкусно. Чоловіча откровення. Чого селянка хоче насправді? Девушка не совсем уверена была в том, что я смогу заработать нележную сумму. Она себе купила путевку вообще в республику Карелія. Я не должна ни под кого подстраиваться. Хто і чому налякав Олену до смерті? Просто так получилось, что она меня очень сильно укусила за ногу. Неймовірне її перевтілення та незабутній фінал у новому житті. Это было так весело. Это было даже, это было очень экстремально. Що ж, у Дмитрівці Валерія готова почати готувати добриво. Мама в барвах розповідає його рецепт. Третью часть ведра набрать от сюда навозу, і потім ми зальемо это водой. А чем набирать? Руками. В жару дышати этим, а тем более прикасатися к этому руками. Настолько мне этого не хотело сделать. Пришлось. Если не думать, что это, то... Это навоз. Ой, ужас. Запах такой у него. Плохо помню, как это все происходило. Это жесть просто. То, что городская лера, это видно, конечно. Но она не отказывалась ни от какой работы. Я не знаю, почему я все это делала. Скорее всего, это просто как защитная реакция организма на стресс. Это цветочки золотые, хоть вот так. Все-таки я предпочитаю цветы в подарок получать, а не удобрять. Я не думала, что цветы удобряють действительно такими удобрениями. Не знаю, захочу ли я теперь получать их в подарок. Ну, на этом вроде бы и все. Я могу уже идти, да? Да, можешь, я тебя потом позову. Пошла. Очень хорошую помощницу. Вы нам привезли. Мы очень довольны. В Одессе на третий день селянка Оленка неспешно прокидается и знакомится с своими завданиями на сегодня. И твой последний день в сказке под названием «Шикарная жизнь» начинается. Для начала тебе необходимо хорошенько расслабиться. Поэтому к твоим услугам завораживающий мир спа. Дальше над твоим образом поработают лучшие в Одессе профессионалы. Ну и в финале твоего приключения тебе просто необходимо как можно дальше забросить монетку в море, чтобы поскорее вернуться. У тебя на сегодня 10 тысяч гривен. Зажги на славу. Охренеть. Столько денег. Сама не своя від такой кількости грошей Олена швидко одягає купальник и отправляється у спа-комплекс на процедуру под назвою «Кокосовый пилинг». Это ни с чем не срабленное ощущение. «Кокосовый пилинг – это потрясающе. Это было очень приятно, потому что ощущение действительно незабываемое. Было ощущение, что я действительно какая-то конфетка в кокосовой стружке. Я ощущала себя очень вкусной в тот момент». Після такой солодкой процедуры селянцы запропонували еще одну – дельфинотерапию. «Клеточка, здравствуйте. Вы сегодня будете плавать с дельфинами. Я на И-100-100». «Я думала, что я пойду на шоу в дельфинари. Но когда мне сказали, что я буду плавать с дельфинами, я очень удивилась». «Дельфинчики, не бойся, не бойся, не бойся, я очень рожаю». «Изначально я думала, что я не боюсь дельфинов». «Не бойся, добрый. Мы очень любим рыбу, а люди не любят бушу». «Дельфинчики подходили к ней, пытались ее обнять. Но, к сожалению, Леночка чуть-чуть была скованная, побоялась их, наверное, в чем-то. Хотя очень зря, потому что самое дружелюбное животное, которое есть». «Давайте погладим. Не бойся, не бойся, девочки». «Когда они плавали рядом, они такие большие, это напрягало. Ну, просто, когда мне было где-то 11 лет, я пришла в гости к подруге. У них была очень маленькая собака, но очень злая. «Просто так получилось, что она меня очень сильно укусила за ногу». «Дельфины, честно говоря, мне напоминают морских собак». «Давайте, не страшно это вообще. Просто держим его и ложимся на стопик. Просто держимся. Отлично!» «Я считаю, что нужно всегда стараться перевороть свой страх, переступить через себя, и поэтому я это сделала. Мне стало легче после того, как я занырнула. Стало немного проще. Я рада, что я хоть чуть-чуть смогла побороть свой страх». А в Дмитриевце не зі страхами боротися йде панянка, а назустріч із хлопцем селянки. «Привет, я Серёжа, я парень Елена. Меня зовут Лера, очень приятно. Мы можем сейчас с тобой пройти в то место, где мы обычно отдыхаем с Леной. Интересно, пошли. Я думаю, что оно выглядело строго со вкусом, приятной внешностью». «У меня с первого момента было очень положительное мнение о нём». «За наше знакомство?» «За знакомство». «А у тебя есть молодой человек?» «У меня есть молодой человек, да». «Поскажи о нём». «Он меня немного старше, ему 28 лет. Занимается он ресторанным бизнесом». «Ты любишь его?» «Ну, думаю, что люблю, и он меня любит, потому что постоянно на меня балует. Покупает мне одежду, покупает мне духи, какие я захочу. Он мне машину подарил». «Машину?» «Меня восхитило то, что Лерин, молодой человек, смог подарить ей машину. Я думаю, что в ближайшие лет десяти я бы такого с Леницом подарить тоже не смог». «А ты Лене подарки даришь?» «Мы собирались съездить на море, но ввиду того, что девушка не совсем уверена была в том, что я смогла заработать нужную сумму и поехать на море, то она себе купила путёвку вообще в республику Карелия. Я смог накопить нужную сумму». «Я, значит, таки решила выбрать свою поездку». «Могу сказать с уверенностью, что это был мой косяк. Я не смог убедить свою любимую девушку, что мы не сможем поехать на море». «Мне немного непонятно, почему у Лены такое отношение, что она не верила в то, что он сможет заработать деньги, потому что женщина для мужчины – это вдохновение. Но мне кажется, что если бы она его поддержала в этой ситуации, ему было бы это легче сделать». «Скажи, а как вот её родственники относятся к тебе?» «Я сделал всё, чтобы они относились ко мне хорошо. Ведь от этого зависит Ленина будущее и отношение к Лене. «Я очень люблю свою девушку и не хочу, чтобы в её любимой семье шли разлады из-за меня». «У него просто были слёзы на глазах, потому что было видно, что он не то, что последнюю рубашку с ним от себя даст, а он готов свою жизнь дать за свою девушку. Такого я ещё отношения не видела». «Чтобы у вас всё было хорошо». «И чтобы у вас всё было хорошо». В Одессе останній вечер тільки-но начинается. И для начала до него нужно подготовиться. Прямо в одному из номеров спа-комплекса на Олену ждал неймоверный сюрприз от панянки. «Вау, что это?» «Когда я открыла коробку, я поняла то, что платье ужасное. Оно выглядело, как какое-то базарное тряпьё». Оце так дяка за подарунок. Ничего собі селянки пішли. Зіронько, ты хоть надень його? Может, тоді думка зміниться? «Я примерила платье, и оказалось то, что оно подходит к моей фигуре, и я в нём выгляжу шикарно». Ото ж бой воно! А тепер саме час для черевного перевтілення. Прямо у спа-комплексі в салоні краси на Олену вже зачекалась особистий стиліст Валерії. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» «Я была Церина, приветствую вас, Олено. Валерарь, присаживайтесь». «Хорошо». У салонах такого рівня бажання клієнта навіть не обговорюються. Усе зроблять, аби лише задовольнити його. Ба більше, стилісти розкажуть про новинки у світі моди та б'юті-інновації. А головне – застосують усе на практиці. «Настав час оцінювати роботу». «Я увидела красивую, стильную, уверенную в себе барышню. Це було дуже приємно. Боже, у мене з'явились броні. У мене їх ніколи не було. Дякую велике, будь ласка. Ви мене удивили дуже сильно. Ти приємно. Приємно здивована, оновлена Олена прямо з салону поспішає на своє останнє завдання – кинути монетку в море. А зробить вона це у компанії «Подруг Панянки» з яхти. Дякую за перегляд! «Это яхта нашого самого лучшого с другом Олечкою с Лерой. Мы здесь каждые выходные отдыхаємо». «Это було так весело. Это було даже… Это було дуже екстремально. Я себе чувствовала просто восхитительно». «Как тебе Одеса? Как ты провела твою годину?» «Честно говоря, я не ожидала, что будет настолько хорошо. Я в полном восторге, действительно в восторге. Я кучу всего испытала. Правда, были, конечно, не всегда прям такие положительные моменты. Но мне очень понравилось. Очень. Сейчас ты преобразилась. Очень шикарно выглядишь. Все-таки Одесса тебе пошла на пользу. Давай выглянем за то, чтобы ты так всегда хорошо выглядела». Такое ощущение, как будто я просто сама стала героиней книги. Потому что я сама как будто стала главной участницей. Как будто это был именно мой роман. Одесса гривна и 10 рублей, чтобы вернуться. Три незабутні дни позаду. Сьогодні девчата повернутся у свої особисті життя. Реаліті-експеримент багато чого навчив їх. Емоційно зарядив на майбутнє. Та подарував колоссальный життєвий досвід. Їм залишилось лише познайомитись та обмінятися набутими враженнями. Привет. Привет. Наконец-то мы с тобой встретились. Меня зовут Лера. А я Лена. Очень приятно. Взаимно. Я примерно так и представляла Леру. Она очень красивая. Как девушка с обложки журнала. Я представляла себе Лену немножко по-другому. Какой-то степень может быть неухоженной. Но оказалось, что она симпатичная девочка. Мне у тебя очень понравилось. И мне понравилась твоя жизнь. А как тебе моя? Я больше всего боялась кого-то убить. И первое, что мне пришлось делать, когда я пошла в дом, я встретила твоя мама с топором и курицей. Ну, слава Богу, мама твоя над мной жалилась. Мне пришлось эту курицу только держать. Ты видела моего молодого человека? Тебе он понравился? Я хотела выразить свой просто дичайший восторг. Когда тебе говорит, у него начинают светиться глаза просто. Он сказал, что он копил деньги на море, да, в поездку. Для вас двоих. Вот так получилось, что ты являешься без него. Просто это получилось слегка неорганизованно с его стороны. То есть он начал зарабатывать деньги в последний момент. А я это не люблю. Мне нужна определенность. Но он все-таки это сделал, он же собрал необходимую сумму. Ну, было уже поздно. Я бы хотела дать тебе такой совет, что своего мужчину нужно поддерживать. Мне не очень понравилось то, что она начала отдавать мне советы насчет моей личной жизни. Я не должна ни под кого подстраиваться. А не скучно ли тебе только развлекаться? Ну, ты знаешь, честно говоря, может быть, мне где-то немного надоело, поэтому решила принять участие в подобном проекте. Я думаю, что я в будущем буду больше уделять времени какой-то работе. Прожив твою жизнь, я поняла то, что она прекрасна. То, что не думаешь о том, что тебе нужно что-то откладывать, копить или как тебе жить дальше. И я даже немного привыкла, и я точно знаю, что я буду скучать по твоей жизни. Когда я вернусь, я постараюсь находить побольше времени для каких-то развлечений, потому что я поняла, что в моей жизни этого очень мало. У меня в жизни не было ничего ярче, чем эти три дня. Я безумно рада, что я приняла участие в этом проекте. Я доказала, наверное, самой себе, что внутри меня есть стержень. Действительно, я не такая размазня, не такая манная каша, как я себе думала.